11 миллионов исследований обработал искусственный интеллект за 4 года работы в Москве. Как устроена нейросеть и как ей удается ставить самые точные диагнозы? Поговорим с главным внештатным специалистом получевой инструментальной диагностики Юрием Васильевым. Юрий Александрович, центр, которым вы руководите, ему уже 30 лет. Это очень мощный центр, очень интересный центр. Особую значимость, особую популярность он получил во время пандемии, когда очень важна была точность и оперативность постановки диагноза. И, насколько мне известно, ни одна постановка не обходится без вашего личного участия. Расскажите вообще, как это все работает. Сегодня центр диагностики телемедицины – это такая организация, в которой централизована вся лучевая служба города Москвы. То есть все рентгенологи первичной медико-санитарной помощи работают в центре диагностики телемедицины и анализируют исследования, проходящие через всю первичную медико-санитарную помощь. Хочу сказать, что сегодня больше 100 тысяч исследований в неделю анализируются нашими врачами-рентгенологами. Ну, это же колоссальные объемы. Пациент работает 24 на 7, 365 дней в году. И, в общем-то, сегодня позволяет пациентам иметь большую доступность медицинской помощи в части, касающейся, особенно, всяких КТ или МРТ. То есть сегодня это очень доступно стало пациентам благодаря тому, что мы разделили производственные процессы. И доступно, и быстро, потому что, насколько я знаю, ну, многие даже об этом говорят, в той же Европе, там, ну, в некоторых странах, во всяком случае, например, записаться на МРТ нужно подождать достаточно долго. В Москве с этим вообще проблем никаких нет? У меня есть товарищи из-за рубежа, которые живут, русские люди там, где-то в Италии. Завидуют? Они летают в Россию делать исследования. Я в данном случае не шучу. Они летают оперироваться, они летают делать исследования просто потому, что там не возможно попасть на исследование. Ну, это долго. Долгое время занимает, особенно если это не экстренная ситуация, а какая-нибудь плановая, то там можно ждать месяцами. И у нас, когда пациент, не дай бог, там, больше двух недель попадёт на исследование. А количество выполняемых исследований, наращиваемое, большая программа модернизации в той же самой Москве. Огромное количество приборов заменили, поставили новые, поставили суперсовременные, самые топовые. Получилось так, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в более короткие сроки. Опять же, это сегодня вот это непропорциональное наращивание количества выполняемых исследований к обучаемым врачам и, собственно, ресурсам, которые сегодня есть. Он, в общем-то, сегодня поразил необходимость применения, в том числе, нейронных сетей. Мне, опять же, поразили объёмы. 29 направлений эксперимента, 51 сервис искусственного интеллекта, 11 миллионов исследований обработано, проанализировано. Расскажите об этом. Как это вообще всё работает? Надо сказать, что это крупнейший в мире проспективный научный эксперимент по внедрению компьютерного зрения. Вот представьте себе, вам нужно кому-то поставить задачу. Вот есть человек, которому вам нужно сказать. Вот, например, вашему ребёнку отправить в магазин. Вы говорите ему, вот тебе 100 рублей, тебе нужно купить это, это, это. Тебе нужно зайти в этот магазин, взять именно то, что там необходимо, и вернуть, собственно, сдачу. Вот это типичный бизнес-процесс. Алгоритм. Алгоритм. Можно? Москвичка Оксана Шелякова в поликлинику ходит часто. У женщины два серьёзных диагноза. Гипертония, повышенное артериальное давление и бронхиальная астма, заболевание дыхательных путей. На приём к терапевту она записалась онлайн. Я записываюсь через портал ЕМИС, то есть в телефон захожу и записываюсь, набирая свой полюс и выбираю врача, то есть который меня врач интересует. Во время записи Оксана проходит опрос чат-бота, рассказывает о своём здоровье, а когда приходит на приём, врач уточняет данные. Это экономит время. Терапевт Вера Валиулина заносит их в электронную карту. Программа рекомендует, какие исследования пройти пациенту. То, что цифровизация пришла в нашу жизнь, это очень упрощает нашу работу. Вот те же самые пакетные назначения в амбулаторной карте, когда к определённому заболеванию уже искусственный интеллект создал пакет. Оксане нужно пройти исследование лёгких и сдать анализ крови. Её назначение цифровое. Оксана находится в единой медицинской информационно-аналитической системе, сокращённой ЕМИАС. Доступ к ней есть у пациента и врача, а значит, Оксана снова экономит время и сразу проходит исследование. Всё оборудование для этого в поликлинике есть. Сейчас оно всё цифровое. Что это значит? Это значит, что врач, назначивший обследование, практически через 15 минут может увидеть в карте пациента результат. И пациент сам может смотреть в своей электронной карте свои результаты. Женщина сделала флюорографию. Данные тут же поступили в московский референс-центр. Это место, куда стекаются исследования со всего города. В том числе КТ, МРТ или рентген. Цифровые снимки попадают в работу к врачам-рентгенологам, таким как Елена Чурляева. Она его описывает и не одна. Вот уже 4 года она трудится в паре с искусственным интеллектом. Сначала, только когда он начал разрабатываться, были ошибки у него, были расхождения, были неточности в диагнозе. Пришлось очень многое корректировать. Сейчас выявить ошибки, ну прям минимальные. Вот прям совсем. В принципе, в 99% случаев он показывает уже более точный и правильный результат. Из цифрового стажёра программа превратилась в цифрового специалиста. Однако максимум в его карьерной лестнице – быть ассистентом врача. Задача машины – подсветить аномалию и окрасить её в яркий цвет. Диагноз ставит врач. Он начал работать комплексный сервис. То есть один сервис на одном изображении сразу умеет находить несколько патологий. 7, 8, 9 различных патологий. Конечно, такой подход значительно ускоряет работу врача и помогает врачу ни в коем случае не пропустить даже малейший патологический признак. Оксана прошла все исследования и вернулась в кабинет терапевта. К этому времени результаты готовы. Сейчас я выдам вам льготный рецепт для получения лекарств от гипертонии. Вместо бумажного рецепта – электронный. С ним Оксана идёт в аптеку. Она находится на первом этаже поликлиники. Показывает QR-код. Фармацевт его сканирует и выдаёт препарат. Бесплатно. Чтобы Оксана и другие москвичи так быстро получали медицинскую помощь, столичные поликлиники обновляют. Например, в этой капитально отремонтировали здание. Заменили инженерные системы. Здание с богатой историей. Во время Великой Отечественной войны в здании размещался госпиталь. Дата постройки его – 1941 год. Жители очень ждали модернизации. Здание было уже усталое. Оборудование было не новое. Теперь же всё изменилось. Здание помолодело. Заменили оборудование. В каждом филиале есть маммограф, рентген, аппараты УЗИ и функциональные диагностики. Если пациенту требуются углублённые исследования, его направят в главное здание. Там есть аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопы и денситометры. Ну и, конечно, диагностические возможности сейчас колоссально выросли. То есть то, что мы можем сейчас, и то, что мы могли тогда – это земля и небо. Цифровизация медицины развивается. Прошлой осенью в столице заработал новый сервис. Он может ставить заключительный диагноз. Искусственный интеллект анализирует данные электронной карты за два года. Мы установили, что чувствительность модели составляет 87%. Это потрясающий результат. Конечно, сервис не заменит врача, но он может эффективно подстраховать его в случае диагностики сложных и социально значимых болезней, выступая в роли удобной подсказки. Система анализирует больше 80 медицинских документов. Это протоколы осмотров, результаты инструментальных и лабораторных исследований и выносит своё решение. Если оно отличается от решения врача, программа даёт сигнал специалисту. Это нужно для того, чтобы диагноз был точным, а лечение – своевременным. Что очень важно, на заре, когда только-только все сервисы появлялись, не было такого понятного врачу результата. То есть кто-то из сервисов рисовал какую-то тепловую сигнатуру, в которой писал вероятность в этой зоне патологии. Так вот, наша работа позволила систематизировать этот ответ, на базе которого были созданы ГОСТы. Сегодня ГОСТы, написанные по искусственному интеллекту здравоохранения, написаны в стенах центра, оригинальные ГОСТы, не списанные ниоткуда из-за рубежа. А что в этих ГОСТах конкретно? Стандартизация. Стандартизация постановки задачи искусственному интеллекту? И результат. Есть базовые диагностические требования – это то, какую медицинскую задачу должен решить сервис. А есть базовые функциональные требования – это как технически должен выглядеть этот сервис. Он должен разметить, он должен показать, разметить эту патологию, то есть показать, как она должна выглядеть. То есть систематизировано для того, чтобы врачу было понятно этого сервиса. Врач не айтишник. Врачу нужно быстро, чётко, понятно увидеть результат. И вот, собственно, на этом изображении, которое присылает сервис искусственного интеллекта, он ему размечает всю патологию, выделяя, что это такое, но главное, он ещё пишет драфт заключения. То есть врачу не нужно сидеть, печатать заново это заключение или брать какой-то шаблон, драфт за него напишет искусственный интеллект. А врач просто его отредактирует, собственно, и ставит всё патологию. Ну, то есть всё-таки врач вносит корректировки. Конечно, врач на сегодняшний день, у нас есть бизнес-процесс, в котором сервис искусственного интеллекта сегодня является обязательным, но валидирующее мнение, то есть основное, всё равно за врачом. Насколько могут быть большие расхождения в том, как увидел этот врач диагност и как увидел снимок искусственного интеллекта? Центр диагностики и телемедицины – это научно-практический центр. И мы учёные, и мы его изучали всё глубже, глубже, глубже и глубже. Сегодня мы на вопрос не можем ответить так просто. Вот хотелось бы ответить, большие или маленькие, но всё гораздо сложнее. Есть различные… Вот мы возьмём один конкретный сценарий. Вот если мы возьмём в общем, вот в общей статистике, то вроде неплохо. А если возьмём конкретно по каждому сценарию, то где-то очень хорошо, а где-то требует доработки. Ну где-то может быть просто случай посложнее. Вот, например, есть комплексный сервис по оценке органов грудной клетки на КТ. Комплексный сервис – это сложная задача была, потому что сегодня там они выявляют, по-моему, до 11 патологий. Но это далеко не все патологии. И сегодня этот сервис применить самостоятельно, чтобы он, например, отделял норму от патологии, нельзя, потому что ещё 30 патологий, которые он не умеет выявлять. И поэтому сегодня он ещё требует его развития. Но в нём есть очень чёткие результаты. Например, оппортунистический скрининг, мы назвали это так. Когда сервис искусственного интеллекта выполняет ту задачу, которая не является целевой. Например, пациент пришёл с пневмонией, но сервис искусственного интеллекта выявит у него объём коронарного кальция, объём перикардиального жира. Это как тренд на развитие ишемической болезни сердца. Нельзя всем подряд померить объём коронарного кальция и парикардиального жира. Это много времени, это час на пациента нужно каждого тратить. И, собственно, это несёт прямо сейчас решение задачи. Ну, это не задача сейчас. Да, это не задача. И более того, если её систематизировать, то можно выделить отдельную группу. И отдельной группой заниматься. И, соответственно, мы сегодня уже вот в этом комплексном сервисе, который ещё требует развития, уже получаем результаты. Вот эти все дополнительные результаты, дополнительные признаки, которые искусственный интеллект обнаружит, они не уходят куда-то в мусорку. Они потом добавляют общий рисунок в клиническую картину. И это точно так же анализируется. Юрий Александрович, получается, искусственный интеллект лучше видит, точнее, чем глаза человека, когда анализирует снимки? Нет, это не технология чудес. Это технология, которая просто позволяет сделать жизнь лучше. Ну, вот, например, задача, которая сегодня есть, возьмём скрининговое исследование органов грудной клетки, так называемую флюорографию. Она не является давным-давно флюорографией. Это, по сути, скрининговое исследование органов грудной клетки. Так вот, сегодня есть очень чёткое понимание того, что 99% этой скрининговой рентгенографии органов грудной клетки – это норма. 99%. То есть, врач 99% сидит и смотрит норму. Он привыкает к тому, что это норма, привыкает к тому, что это одно и то же, и в этом может потеряться какой-то процент патологии. Это очень важно. А сервис искусственного интеллекта, настроенный на максимальную чувствительность… Не пропустит ничего. Да, почему? Вот мы настроим его на максимальную чувствительность. Он будет давать много ложноположительных результатов. То есть, ну, даже какие-то маломальские изменения, которые не являются патологией, то отмечать их как патологию. Но даже в случае 60% от этой 99%, 60% норм он отнесёт к норме правильно, он 60% работы снимет с врача. Искусственный интеллект можно настроить на абсолютно любую чувствительность и специфичность. Вы можете настроить сервис искусственного интеллекта на максимальную чувствительность, специфичность при этом у вас сильно упадёт. Можете поднять специфичность, но чувствительность упадёт. Такие весы, нужно их настраивать на баланс, на баланс чувствительности и специфичности. Нужно ли доверять искусственному интеллекту делать прогнозы? Нужно ли доверять искусственным контролем, постоянным. У нас есть матрица зрелости, она лежит в открытом доступе, вы ее видели, там есть зрелые решения. То есть это тот факт, что мы сегодня понимаем, готов ли сервис к эксплуатации или нет. То есть с точки зрения прогнозов, которые они делают, это больше по времени, то есть вот дольше по времени. Нужно понимать, что это… А дольше вы имеете в виду, дальше в будущее они могут заглянуть? Нет, это дольше по времени изучения этого процесса. Тот процесс, который мы сегодня видим, мы видим факт, изображение, результат, изображение, результат. То с точки зрения прогнозов, это с точки зрения безопасности применения сервисов искусственного интеллекта на сегодняшний день, ну, нужно писать методику, нужно ее делать. И, в общем-то, эта методика будет создана, она будет реализована. Но на сегодняшний день все, что сегодня мы видим, оно же так быстро развивается, что придумывает методику безопасного применения для него. Но пока вы ее будете писать, она уже устареет. Да, она устареет в этот же день, когда мы ее, собственно, выпустим, она уже будет старой. И поэтому сегодня мы во многом находимся в режиме наблюдения. И мы смотрим за тем, что происходит. Происходит большое количество всяких разных изменений. Юрий Александрович, кто всем этим занимается? Я имею в виду, разрабатывает все вот эти алгоритмы, какие компании этим занимаются, много ли их у нас, с какими вы сотрудничаете? Изначально было их там чуть-чуть, и сейчас их стало гораздо больше, потому что мы ставим им задачу. То есть мы говорим, что им нужно сделать, для чего, что им это даст. Вы основной заказчик. Мы ставим задачу, мы заказчик ставим задачу. Поэтому они появляются, они появляются регулярно, систематически, потому что они понимают, зачем они это делают. Не просто и ради, а ради выполнения какой-то конкретной задачи. Большинство решений, которые сегодня сработают, это российские решения. И сегодня они действительно классные. Наши бывшие партнеры говорили, что все, у нас эти технологии умрут, у нас не будет ни одной компании, которая сможет этим заниматься. Мы будем отрезаны от всех разработок, от всех исследований, от всех открытий. Так говорят, могут сказать только те люди, кто не представляет себе, что сегодня происходит. И надо сегодня понимать, что компании, которые сегодня работают на российском рынке, находятся, во-первых, в условиях конкуренции, появилась конкуренция. В общем-то, сегодня у нас было там несколько закупок. Еще один классный проект, о котором хотелось бы поговорить, это проект Хаб. О, это мой любимый проект. Ваш, да. Насколько я понимаю, если в двух словах его описать. Это розетка. Да. Медики из других регионов могут воспользоваться вашими сервисами. Как это работает? Ну, сегодня у нас есть хороший пример. Это Ямал-Ненецкий автономный округ, который подключен к Хабу. Сегодня это доработка через их ЦАМИ, Центр архивации медицинских изображений, где он подключен к нашему Хабу. И используют различные сервисы. То есть не покупают какое-то конкретное одно решение, а используют все возможности, которые сегодня есть в Москве. И они подключились к нашему Хабу, работают, анализируют исследования. Какие-то решения им нравятся, какие-то не нравятся решения. Они пробуют их. И вот мы видим трафик, который сегодня используют наши коллеги из Янао. Растет. Да, он растет. И видно интерес. Более того, мы же работаем не только с ЦАМИ, мы же еще опрашиваем врачей. Мы там постоянно с ними на связи. То есть опять же, такая история. Понятно, что просто так подключайтесь и все, нам неинтересно. Вот я очень люблю приводить этот пример, когда мы опрашиваем врачей. Значит, в самом начале, когда, собственно, появились только сервисы, тогда у нас там четырехбальная система. И, в общем-то, все ставили плохо, ужасно. И вот мы, собственно, видим, как потихоньку из графы, когда люди критиковали сервисы искусственной телегуре, все плохо, как все переходит просто в обыденное ее использование. У нас появляются те, кому это прям супер. Это, скорее всего, отписка. У нас появляются те люди, которые критикуют. И это нормально, потому что благодаря нашим критикам мы, собственно, становимся лучше. Ямала, Ненецкая, а другие? У нас сейчас много обсуждений идет с разными регионами, в общем-то. И, собственно, наш президент говорил о Чукотке. И вот, собственно, о многих регионах, ну, это нормально, мы ведем переговоры. Это непростой процесс, потому что это инфраструктурно. Ну, опять же, это перманентный процесс развития и внедрения. — Что ваши коллеги говорят, я подозреваю, ну, может быть, коллеги в регионах, может быть, даже в Москве еще такие остались, которые, ну, считают вас, те, кто работает с искусственным интеллектом, чернокнижниками, исчадием. — Я ведьма во времена Инквизиции. — Почему они так говорят? — Все, обратите внимание, что все новое всегда так принимается, в общем-то. И многие люди, я был на разных заседаниях, я недавно был на одном из заседаний научных обществ, не буду называть какое, просто прекрасные люди и прекрасные врачи. Я полтора часа отвечал на их вопросы, полтора часа мне много что говорили, было очень интересно, очень продуктивно. Ну, я понимаю, что на сегодняшний день это такая стадия, стадия, когда вот-вот принятие, и, в общем-то, надо понимать, что это будет внедрено повсеместно. Ну, просто потому что население увеличивается, скринингов больше становится. Ну, просто человеческий ресурс, он не бесконечный. — Ну, и качество исследования улучшается. — Конечно. — Вот вы сказали, что уже есть ГОСТы, которые и регулируют алгоритмы, и описание снимков, и диагноз. Но если что-то пойдет не так, кто за что будет нести ответственность? — Значит, первое, на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации не предусмотрена ответственность сервисам искусственного интеллекта. Поэтому любые применения сервисам искусственного интеллекта на сегодняшний день у нас подразумевают под собой врача. То есть сценарии все, в которых состоит врач. Это первое. Второе. На сегодняшний день многие решения имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Надо понимать, что регистрационное удостоверение в качестве медицинского изделия — это трудная, большая, массивная процедура, которая производит под собой безопасность его применения. Поэтому в будущем наше мнение, и я думаю, что мы с этим синхронизированы с коллегами из Росздравнадзора, это использование сервиса, ответственность на сервисе искусственного интеллекта. Врач не должен отвечать за ошибку разработчика. Тут надо понимать. И здесь, да, но сегодня это не регламентировано законодательно. Мы находимся в период, когда у нас еще нет законов. Такой вопрос, если немножко в будущее заглянуть, придет ли то время, когда полностью искусственный интеллект будет и диагнозы ставить, и расшифровывать, и прогнозы какие-то осуществлять вообще без врача? Или это еще не скоро произойдет? Все очень любят вот этот вот алармизм, всех нас заменят. Я как-то к этому отношусь, но весьма скептически. В теории искусственный интеллект, который применяется в других областях, он, в общем-то, может и в других областях заменить людей, но они, тем не менее, существуют, есть и продолжают работать. О ваших достижениях, о ваших проектах хотелось бы еще мне, конечно, спросить. У вас много научных работ, исследований, публикаций. Вот у меня есть данные, что вы автор и соавтор разных научных изысканий и новые методы МРТ, в частности, тоже разрабатывали. Расскажите об этом. Ну, опять же, эта работа центра, она не заключается только в работе искусственного интеллекта. Наше научное подразделение работает в разных сферах. Мы, это же маленький заводик. Еще немножечко шьем, мы делаем фантомы. Фантомы для УЗИ, которые позволяют врачам, которые будут делать биопсию, может быть, тонкоигольную аспирационную, может быть, корбиопсию, тренироваться, делать эти манипуляции. Патентуете? Конечно. Вопрос даже нисколько… Знаете, эта история с патентами. Да, патентуем, да, собственно, есть это как KPI, научные деятельности. Но для нас не KPI в виде статей и всего прочего, а результат. Результат, собственно, стал создание фантомов, которые мы сегодня реализуем. У нас есть заказчики сегодня, которые покупают фантомы, и они пользуются популярностью. Это хорошая история, которая во многом позволяет врачам становиться лучше. У нас есть различные направления стандартизации не только с искусственными интеллектами. Там делали стандарты ГОСТ по проектированию кабинетов МРТ. У нас есть различные работы, посвященные детекторам рентгенского излучения на основе перавскитов. У нас есть много-много-много различных направлений. У нас 13 НИРов и НИОКров сегодня. У нас есть даже НИР, который посвящен материаловедению. НИР — это… Научно-исследовательская работа. Есть научно-исследовательская работа, подзывая под собой просто научное исследование. Есть научно-исследовательская и опытно-конструкторская разработка. Проектная. Да, это уже результат. У нас есть айтишные разработки, которые мы делаем. То есть центр сегодня… Понятное дело, что вишенка на торте сегодня — это искусственный интеллект. Но мы понимаем, что развитие центра, оно многостороннее. Мы сегодня единственный центр в стране, посвященный лучевой инструментальной диагностике. Потому что другие центры, они более многопрофильные. Вот именно посвященный этой теме только мы. Мы еще, ко всему прочему, и учебный центр. По сути дела, мы выполняем большое количество различных задач, которые мы можем взять рентгенолога, взять человека и сделать из него рентгенолога под ключ. Делаем рентгенолога под ключ. Ученого рентгенолога под ключ. Еще немножечко инженера, потому что у нас наша научная составляющая центра. Тоже мы этим очень гордимся. У нас, во-первых, средний возраст науки, 34 года. А во-вторых, у нас сегодня только 30% врачей работают в науке. Все остальные, там, математики, физики, инженеры, техники. То есть не только гуманитарии. И, опять же, я говорю не только про врача-рентгенологов, которые работают в науке, есть из других специальностей врачей. То есть у нас настолько мультидисциплинарная команда, мы абсолютно со всеми работаем. И вы во всем этом флагман. Огромное спасибо вам за беседу, Юрий Александрович. Я бы, честно сказать, говорил об этом целый день, потому что много всего интересного. Я в своем центре тоже. Да. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо.